В поселке Красное свои двери распахнул дом-ремесел. Он передан в собственность поселковых предпринимателей. В здании предусмотрены специальные помещения для цехов по обработке шкур, торговые павильоны, выставочный зал. Теперь хозяйка центра Лилия Тайборей будет искать единомышленников, которые помогут ей рассказать об искусстве ненецких мастериц на всю Россию. Лилия Тайборей увлекается пошивом изделий из меха с детства. Обстановка в семье к этому располагала. Родители работали и жили в тундре. Поэтому сырья, кожи и меха было в достатке. Мягкие тапочки, шапка-северянка из лисицы, красная сумочка-падка в руках мастерицы всегда получаются оригинальными и в то же время сохраняют национальный колорит. Я работала еще в Думе культуры и был у меня кружок как раз по поделкам, по игрушкам, по ненецким. Муку мы делали, еще что-то. И они очень привыкли, им очень понравилось заниматься как раз ручками, шить и что-то еще делать. И действительно, они будут ко мне сюда приходить, к нам. И будут тоже учиться шить, учиться выделывать, учиться даже делать вот эту дымбойку, из жилки делать, как у нас это делается. Это станет возможным в Доме ремесел – новом объекте предпринимательской деятельности. Здесь мастерицы и мастера будут изготавливать сувениры, традиционную одежду, предметы быта и оленью упряжь. Также здесь планируется организовать клуб общения на ненецком языке. Название центра имеет символическое значение – тембойка, в переводе с ненецкого – жилка, или нить, передающая традиции из поколения в поколение. Моя мечта – для начала собрать команду, настоящую команду людей, единомышленников. Это для меня, наверное, самое главное сейчас. В будущее я бы хотела, конечно, быть популярной не только в своем округе, но и вообще по всей России. Почему? Я думаю, что каждый человек, родившись на эту землю, должен выполнить, наверное, какую-то свою миссию. Я думаю, что, наверное, это моя миссия как раз на сегодняшний день. Воплотить мечту мастерицы помогли родители, администрация округа и нефтяная компания. Здание уже передано в собственность поселковых предпринимателей. Мебель помогла приобрести компания «Лукойл» в рамках реализации соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией ненецкого округа. Мастерская позволит не только сохранять народные ремесла, но и зарабатывать деньги от продажи изделий. Продолжаем создавать инфраструктуру для развития предпринимательства. И радует то, что сейчас мы уже создаем инфраструктуру не только в городе, но и на селе. Данное помещение позволит не просто сохранить традиции, самобытные традиции ненецкого народа, части производства национальной одежды, национальной обуви, национальных украшений, сохранить и научить других. Я думаю, что мы сможем это потом тиражировать на другие населенные пункты и создавать там, может быть, подобные филиалы, потому что у нас есть мастерская и других населенных пунктов. Это наш первый, так сказать, дом-ремесел, который вам стартовать и учить наших людей в других населенных пунктах. По словам Татьяны Лагвиненко, в перспективе поселок Красное вполне может стать объектом туристской индустрии. Гости региона всегда интересуются сувенирной продукцией и предметами народных промыслов. Дом-ремесел поселка Красное сможет предложить гостям самый широкий ассортимент товаров.